Уже 10 месяцев русские миротворцы обеспечивают безопасность армян в Нагорном Карабахе, помогая им в сельскохозяйственных делах, при ремонте жизненно необходимых коммуникационных систем, которые были разрушены во время войны. Помимо своих армейских задач, на этой неделе русские миротворцы помогли провести водопровод, стали жюри в детском кулинарном конкурсе и впервые отработали тактику действия чующего миномета в горах Арцаха. На днях вблизи линии разграничения в Мартунинском районе Нагорного Карабаха миротворцы обеспечили безопасность рабочим водоканала при проведении обустройства водозаборной скважины и подаче питьевой воды в ближайшие села. Для этого, накануне бурения скважины, установки насосной станции и прокладки труб, саперы подразделения гуманитарного разминирования миротворческого контингента провели разминирование и очистку выбранной для установки водяной скважины территории от взрывоопасных и не разорвавшихся предметов. Сейчас очистим территорию скважины и трансформаторов, чтобы противопожарно. Для прозитых водозаборных жили сел Тагабак и Краснебазар. В национальных пунктах один Тагабаре приблизительно тысяч человек, чтобы им дадут эти питьевые воды. А Краснебазарские тоже такие же. На следующую неделю будет вода прикачаться отсюда. Ну, конечно, у них всякие... Бывают эти трудные работы, которые нам помогают, защищают. Работа с тобой заканчивали. За это мы будем благодарить, кто приехал, чтобы нас защищать. Спасибо им. После проведения полного комплекса инженерных работ по оборудованию водной станции и прокладке водной магистрали около пяти тысяч жителей в ближайших десяти населенных пунктах к городу Степанакерт будут обеспечены артезианской питьевой водой. Эта работа имеет жизненно важное значение, поскольку из-за засухи в этом году сказывалась нехватка в воде. По той же причине уже около недели жители Степанакерта были лишены воды. Привыкая к послевоенной жизни, артсахцы приглашают на всякие мероприятия российских военных. Так, военнослужащие миротворческого контингента, проведя гуманитарную акцию по обеспечению продуктами детей, школы-интерната номер один города Степанакерт были приглашены в качестве жюри на конкурсе «Юный поваренок», в котором приняли участие дети с ограниченными возможностями из неблагополучных и малообеспеченных семей, проживающих в отдаленных районах Карабаха. Воспитанники школы-интерната соревновались в кулинарном искусстве – выпечке из теста домашних пирожков. Мероприятие у нас проводится почти каждую неделю. До этого у нас был конкурс пиццы. Мы очень рады, что вы присутствовали во втором мероприятии конкурсы «Лучшие пирожки», вкусные пирожки, которые приняли миротворческие службы. Мы очень рады. Сотрудничать с вами будем на каждое мероприятие. Мы с любовью вас пригласим сюда. И я думаю, что наша работа связана друг с другом, и мы будем друг другу помогать в этом деле, чтобы детям было лучше. Сейчас у меня 18 детей здесь. В основном у меня дети из социально необеспеченных семей. Сейчас у меня возраст семьи до 18 лет. Очень вкусно. Мне понравилось. Быстрее всех слепила эта команда. Мы сегодня были приглашены директором дома-интерната номер один города Степанакерта для принятия участия в качестве жюри в конкурсе «Маленький поваренок». В ней приняло участие 12 детей, воспитанников школы-интерната. Было три команды, которые сегодня готовили. По итогам им были вручены грамоты и сладкие подарки. Российские миротворцы в составе жюри сняли пробу и оценили внешний вид и вкусовые качества кулинарных изделий, а также слаженность командных действий юных поваров в ходе их приготовления. Также в рамках проведения гуманитарной акции российские миротворцы передали школе-интернату около одной тонны гуманитарного груза, в том числе детские игрушки, книги, канцелярские принадлежности, кухонные и продуктовые наборы. Гуманитарная служба миротворцев в Карабахе проводится в сочетании с боевыми подготовками. В рамках плановых занятий по боевой подготовке военнослужащие российского миротворческого контингента впервые отработали новую тактику ведения современного боя кочующего миномета на полигоне Степанакерт в Нагорном Карабахе. Артиллерийские расчеты выполнили залпы по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами в горах и с орудий, установленных в кузовах автомобилей. Минометчики в условиях горной местности за короткий промежуток времени поразили около 50 целей, имитирующих бронетехнику, живую силу и позиции противника на расстоянии от 500 до 2000 метров. Продолжение следует... Продолжение следует... Тактика кочующих минометов позволяет миротворческим расчетам орудий производить мгновенные отражения атак превосходящих сил условного противника и максимально быстро менять огневые позиции в рамках контрбатарейной борьбы. Напомним, что в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с 10 ноября 2020 года было объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Арцахе. А для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе был развернут миротворческий контингент Российской Федерации.